ПЕСНЯ Хотелось бы поговорить о кино для детей. Существует ли оно сегодня вообще? В каком состоянии пребывает? Что получают в итоге наши дети, наши подростки? Чем это всё чревато? Кино для детей сейчас, что оно из себя представляет? Если мы смотрим какой-нибудь, опять-таки, советский фильм, детский, что мы там видим? Очень условную реальность. Как правило, явные декорации. То есть, там было пространство ребёнку для выображения его. Он понимал, что, во-первых, оно не давало ему понять, что вот эта вот Баба-Яга и вот этот Кащи Бессмертий — это реальные персонажи. Потому что понятно, что это игра. И за ребёнку свойственно играть. А игра у него что формирует? Она ему даёт пространство для в хорошем смысле выображения. Не выображения, а даже умение как-то образно мыслить. И это было в советских фильмах. А сейчас смотришь, что ребёнок смотря эти фильмы, он видит эту искусственность, но для него она уже не комфортное условие для его игры. А именно некая как... Точнее, настоящая. Ну, понятно, что Баба-Яга не настоящая. А ему нужен настоящий Человек-паук. Спецэффект. Да. И плюс ритм другой. Вообще, там не требовались спецэффекты, потому что не в них цель. Здесь, опять-таки, ребёнка развлекают. А там ребёнка пытались воспитывать на каких-то... Ведь сказка – это повод для притчи. Повод для иносказательного языка. Повод для многих вещей. Для какого-то такого... Еродственного осмеяния каких-то вещей, которые невозможны в каком-то реалистическом искусстве. А сейчас часто фильмы для детей, они превращаются просто в такое, ну, довольно тупое развлечение, которое, наоборот, ребёнка, ну, скажем так, разучает мыслить и разучает именно выображать. Вот есть книжки с картинками, и картинки в них тоже условные, как бы, или выполнены хорошим художником, и не дают просто дополнение к тексту. Повод для твоей фантазии. А есть книжки вроде комиксов, которые абсолютно полностью иллюстрированы тебе, и тебе вообще мозг может не работать. Тебе всё разложено по полочкам. И если взрослому это ещё как-то он может, то у ребёнка, у него же только ещё формируется вообще мозг. Он учится думать, он учится строить образы, языку даже учится. А вот, а к сожалению, эти фильмы, они его разучают вообще думать. Они его именно учат потреблять и учат идеологии в жизни, что надо как можно больше всего пережить, желательно разных вещей. И то, что реальность виртуализируется, если взрослый человек, смотря такое кино, делает чёткую грань между игрой в фильме и реальностью, то ребёнок эту грань не проводит. У ребёнка он выходит, и мир Человека-паука он рядом, он здесь, и можно в него здесь поиграть. И начинается с игры, заканчивается плохо. Это, в принципе, если понятно, что такое мышление постмодернизма, когда вся жизнь человека превращается в игру. И отношения у него тоже с другими людьми строятся игровые. Отдельный вопрос – вот это мультики. То же самое. Если раньше они часто были хотя бы художественно красивы, действительно красивы, то сейчас часто они просто художественно безобразны. Плюс какие образы, какими образами наполнены эти мультики? Как правило, в лучшем случае это пародирующие карикатурные образы. В худшем – просто омерзительно отрицательные. И эти герои являются… Вон, мультик «Гадкий я» сейчас идет какой-нибудь. Устрешающий. Да, то есть, и самое интересное, вот там мне совсем непонятная реакция родителей на это. Ребенок это смотрит, вот уж поистину, тогда будут иметь глаза и не видеть. То, что ребенок это смотрит, и родители говорят, так нормально, это же спанчбоб. Нормально. С другой стороны, там, видите, там как бы есть лимит назидательности, все равно присутствует даже в «Гадкоме». Мне кажется, вот если говорить о детском, ну, действительно творчестве, для детей до творчества, оно ведь должно быть на самом деле обучающим, быть воспитывающим, прививающим хорошее, высшее. А тут, к сожалению, это очень мало видно в современном кино. И вот, между прочим, вот когда то же самое «Гадкий я», вот были у меня споры с молодыми людьми, которые это все смотрят и считают, что это нормально. Уже нормально. То есть вот этот вот вкус, безвкусие, неправильный вкус, он приливается на самом деле массово, серьезно и сильно очень. А потом, мне кажется, еще вот это как дополнение к тому, что сказал Иван, это то, что дети очень утомляются. От этого спецэффектов, от этой массы вот этого яркого, сильного, впечатляющего, сюжетного, такого вот несущегося куда-то потока событий, впечатлений, вот этих схваток, борьбы какой-то, ребенок устает реально. Они все по жизни оказываются очень вялыми людьми. Вот посмотрев таких, вот насмотревших таких мультиков, таких фильмов детских, «Перстрахи», как-то раз говорили здесь, по поводу того, бояться или не бояться, как-то пришла, тут привела свой класс, наша педагога одна, и выяснилось, что они все исполнили страхов, причем очень серьезно боятся. Всех вот этих вот образов, которых насмотрелись вот в этом фильме, это все кошмарные на самом деле, они все какие-то демонические, честно сказать. Да, конкретные. Вот. И вот утомление, очень сильное утомление, потому что это достаточно много, массово, сильно, и ребенку как-то пресно вот в этом невиртуальном мире. Вот он выходит в этот мир, где все нормально, все по-божески пока еще. Ну, этих духов злобы в таком реальном влече здесь нету, слава Богу, да? А он уже настолько привык к этому сильному вкусовому переживанию, вот этому впечатлению эстетическому, потому что ему очень скучно, на самом деле. Поэтому он смотрит фильм, который нас потрясали, и не трогает. Православное средство было затронуто, что многие считают, что это нормально. Я действительно находил, даже среди своих, как бы, ну, может, чуть постарше, чуть помажешь меня, но тоже родители молодых, которые спокойно себе дают вот детям смотреть такие мультфильмы, и как бы считают, ну, он же ребенок, ему надо чем-то развлекаться, и так далее. И себя в этом случае чувствуешь абсолютно ребенком-деспотом. У тебя ребенок, значит, хочет посмотреть с другими детьми что-то, а ты говоришь, что это нельзя смотреть, на тебя смотрят, как на нехорошего полусектанта и вообще неправославного. И так, то есть, причем это сейчас очень популярно. И вот как в таком случае быть, как человеку удержаться от того, что заходишь в кафе элементарно, иногда приходится страдать таким делом. Там висит вот такой вот экран, по нему что-то вещается, приходится подходить к варной истории и говорить, вы можете это выключить на 20 минут. Ну, а как? И все равно чувствуешь, что ты вот, не то чтобы изгоем быть можно, ладно, это терпится, а именно какой-то вот такой... Изгоем быть очень тяжелый. В общем-то и делай, не надо. У него-то не должна воспитываться психология того, что вот ему чего-то запрещают то, что другие делают. Здесь очень важно, чтобы ребенок все-таки приходит домой, приносил это домой и спрашивал, а вот у меня друзья смотрят тут. И не говорите ему, вот у тебя друзья плохие, а говорите ему как раз очень важную вещь, что дети-то смотрят, потому что они в другой системе мышления живут. Давай с тобой посмотрим, как мы можем с ними взаимодействовать. В гости хоть, пожалуйста, вместе куда-то на гулянку пройтись, пожалуйста, никто не мешает, но только смотри, не пройдет ли это твоей душе. И здесь он сам уже выбирает. Я всегда своим детям говорю, мы с вами здесь воспитываем систему в первую очередь защиты своей души. Если мы с вами этого не сможем сделать, то куда вы потом не пошли, мы проиграем в первую очередь. А если мы успеем умеем защитить свою душу, то мы можем общаться с кем угодно. Честно запрещать дело неблагодарное, а вот прививать лучшее, высшее, чтобы человек после этого мог сопоставить и сравнить, вот это вот другая история. То есть нужно лучшее, с чем он мог бы сравнить. И лучше, чтобы он сначала посмотрел лучшее, а потом уже сравнил. Потому что очень часто это отрицательно, грязь налипает. Когда дело касается кинематографа, то лучше больше, чтобы он еще зачитать, полюбил бы читать. Да, это очень сильная защита, кстати говоря. Мне кажется, главное бедающее в том, что вот то, о чем сейчас вы все говорили, это свойственно очень малому количеству семей, к сожалению. Я очень хорошо запомнила выражение лица юной тележурналистки, которая, не знаю, может, сама составляла текст или ее попросили так составить. Но она с каким-то упоением рассказывала о том, сколько крови, сколько преступлений прольется вот в этом фильме, который надо обязательно посмотреть. И вот эта кровь, льющаяся, эти вот экшены, эти убийства, поединки, ранения, которые из фильма в фильм качают, они все равно воспитывают основную массу современных подростков. А мы потом очень удивляемся, почему так растет преступность, почему такое плохое отношение к старикам, когда какие-то там жалкие тысячи у них воруют и убивают при этом. Мы не можем заставить не смотреть то, что нам глубоко неприятно и даже где-то противно нашему сердцу. Мы можем предложить то, что наше сердце греет и трогает даже нашим детям и другим сердцем, с которыми сталкиваемся и другим людям. Если бы вот дал Бог каким-то хорошим помочь молодым режиссерам, сценаристам и встать на ноги и снять какие-то фильмы, хоть документальные хорошие, это то, что и есть главная цель, может быть, противостояние тому, что происходит. Но мне почему-то всегда хочется параллельно обратиться к тем людям, кто все-таки решает, какой фильм идет, какой фильм готовится, выпускается. Почему? Потому что есть такие слова священного писания, где говорится об ответственности за соблазнение малого сего. какая участь потом ждет этого человека, чтобы он представлял вот эту известную притчу о грешнике, писателе, который не получал никак облегчения своих адовых мук, а потом выяснилось, почему. Потому что все новые и новые поколения соблазнялись его вот этими греховными писаниями. чтобы каждый человек, кто на этом поприще трудится, чтобы он понимал, насколько его участь зависит от того, что он производит. Еще хотелось бы поговорить о киноисторическом, потому что, на мой взгляд, это фильмы, которые не только помогают образовать и просветить людей в плане знания и понимания нашей истории, но они еще и призваны формировать очень важные качества человека. Вот если говорить об историческом кино на сегодняшний день, соответствует ли оно тем требованиям, которые мы хотели бы к нему предъявить? Надо вернуться к самим себе, чтобы сделать хорошее историческое кино, кино-кино. Но, скажем, Пушкин мог написать Бориса Годунова, да? Потому что он жил в историческом ощущении жизни своего народа. Он гениальный талантливый писатель, но вот это важно, что он жил в духе всего народа, чувства. Может ли современный талантливый жюйсер и писатель снять хорошее историческое кино о том, что было, если он не совсем представляет, что было на самом деле? За последнее время историческое кино более-менее пошло у нас в какое-то развитие. все равно именно то, что озвучивалось с Дмитрием, там есть спорные моменты, тот же фильм «Постарший царь», «Орда», которые выходили, все равно там есть позиции автора, и часто она очень специфическая. Но есть особый вид сейчас, кстати говоря, русского кино, которое, как правило, иногда даже получше сделано, интереснее, чем кино, которое идет прокат в кинотеатрах, это так называемые мини-сериалы, которые идут по телевизору, 10-20 серий в лучшем случае их снимают часто те самые мэтротики, Хатиненко, Борска и так далее. И вот, как правило, они, кстати говоря, гораздо интереснее, потому что в них хоть как-то разрабатывается тема. Раскол шел, исторический тоже сериал, там вот, они очень характерные, кто смотрел, там есть неплохое владение материалом и какая-то действительно задача показать историю да, или о конкретной личности, вот как в Застаевском или как в Расколе сложной ситуации, да, сложной ситуации, но там есть один вопрос, вот тот же, вот если брать Раскол, в принципе, вот то, что Россию до реформ Петра мало кто знает и мало кто интересуется часто, это действительно так, и то, что автор задался вообще такой темой взять этот исторический период, конечно, это похвально, тем более, что я считаю, что вот проблемы 17 века, проблемы 17 года потихонечку, не только в церковном деле, а вообще в менталитете русского человека, но там есть проблема автора, которая свойственна вообще современным авторам исторического кино, они судят о поведении и морали и поступках людей того времени по своей собственной морали сейчас и по морали обществу сейчас, то есть, вроде 17 век, вроде, все неплохо, даже образы некоторые, там, вакуум, Никон, более или менее, ну, можно там что-то смягчить было, но тем не менее так достоверно, вот, а вот поведение даже на уровне как человек идет, как он говорит, как человек говорит с патриархом, как, то есть, у них все равно все это вот как бы профанируется на современную, я уж не говорил о том, что отдельные сцены, что в первом фильме, что во втором, почти во всех они есть, наверное, это продюсер так выступает, что если не будет какой-нибудь, то это не будет смотреть, в том же расколе я не понимаю, зачем нужен этот эпизод с монахиней, растленной, вот, вообще вырезать ничего от этого фильма не потеряет, и в Достоевском аналогично тоже там есть некоторые сцены, которые я детям не показал бы, хотя оба сериала при определенных купюрах я бы не против буквально видеть школьникам, один в плане истории, другой в плане творчества писателя, из чего оно вытекало, но вот такие вещи говорят о том, что у нас сейчас авторы часто, ну, вот, пытаются некоторые вещи не сказать, а пошлить, а по нехорошему современному. И второе, что военных фильмов сейчас стало очень много, военных фильмов, но качественное отличие от советских военных фильмов, какое, там люди, вот, у меня дедушка всю жизнь снимал про войну, он был танкистом, и потом всю жизнь снимал кино про войну, масса фильмов, и я помню его самого, этот человек, которого я не могу себе представить физически, делающего какой-нибудь, там, не знаю, гнусный, мелкий поступок, какой-то злой могу представить иногда, озверенным, каким-нибудь представить могу, хотя добрый человек был очень, но вот эту вот какую-то такую мелочность, современную, лукавую гнусность, такую не могу представить физически, вот, а сейчас делается кино, смотришь про войну, и там какие-то интриги, кто-то какая-то женщина из санитарного, этого самого вагона соблазнила, какого-то, эфрейтора, что это, куда, зачем, не понятно, то есть эти люди, которые их делают, они думают, что тогда люди жили так же, ушли люди, уже почти умерли, почти все, кто там был, и, по-видимому, они их не видят, а вот те же люди, они являются живым свидетельством вообще других людей, на них смотришь, стыдно становится, и стыдно за это кино, которое делается. Я бы еще проблем актеров бы сказал, понимаете, вот такие масштабные фигуры, как тоже Никон, Авакум, да, по современным актерам тяжело как-то их сыграть, Достоевский тоже, потому что, вот, ну, как одежда на вырост, ты одеваешь ее на себя, его одежду, и выглядишь не смешно, потому что это не твой рост, не твой размер, не твое мирочувство, не твое отношение, отношение к жизни. Это тоже, на самом деле, большая проблема, особенно, когда мы смотрим самые фильмы военные, советские, тех людей, которые прошли войну и воевали, как бы, прочувствовали ее, и тех, кто пытаются эту войну изобразить сейчас. Вот, чувствуется мелкота какая-то, вот эта мелочность такая, действительно какая-то, вот, неспособность, вот душу свою ближницу их положить-то, ведь ее же надо положить. А о чем сразу состоит вопрос? Да, высоты нравственности нам не хватает. Пока эта нравственность, пока мы, на самом деле, не дорестем до тех вот, не войдем в роль того, вот, кого мы, актер, если, да, до уровня того, кого я воспроизвожу, да, пока я не пойму его или через, не выражу правильно его мироощущение, мировоззрение, до этого я не могу показать образ. Вот это вот, конечно, вживание образа, он не отрицательный момент имеет, но и где-то положительный, потому что только тот, кто смог понять, кого, того, кого он представляет, да, он сможет передать его характер. Мне понравились два сериала, можно сказать так, да, «Великая и забытое», это вот следующий год, четырнадцатый год, да, напоминание о ста годах, которые прошли сначала в мировой войне, для нас это, для России, «Великая Отечественная война», да, и сериал «Вторая мировая война день за днем», вот, я считаю, что это довольно-таки удачные вещи, которые все-таки человек высказывает, он говорит, «Мое мнение такое, это уже честно, сегодня это честно, да, мы можем, и вот документы говорят так-то, то есть всегда ссылка на документы, он все-таки выставляет свою точку зрения, как его точку зрения». К кинофестивалю, о котором вы заговорили, тем более, что двое из участников сегодняшнего разговора являются членами жюри кинофестиваля «Светмил», как раз, мне кажется, вот эти ключевые слова и показывают, что значит «правда жизни». В том ли она, чтобы показывать вот все то грязное, что действительно может быть в нашей жизни, или все-таки «правда жизни» в другом? Часто это лукавство, когда люди говорят, что мы показываем правду жизни, просто оно эффектно, оно впечатляет, оно ужасает, трогает человека и, значит, порождает деньги в конечном счете. Поэтому, конечно, требуется огромное усилие, чтобы вот именно быть светом, а не демонстрировать образы тьмы. Пожалуй, именно в христианском контексте для художника-христианина один из самых важных вопросов, именно насколько мы имеем право, не то, что мы имеем право, насколько оно присутствовать может в искусстве, вот именно показывание плохого, чтобы оттенить хорошее. Ведь всё христианское искусство в большом счётах призывок обратного. Часто и веками искал языки, на которых возможно говорить так, чтобы свет показывать не с помощью тени, которые оттеняют. Это путь вот того искусства, которое шло от языческого, наоборот, понятия дуалистического мира. А именно как показать свет сам по себе. Если человек видит солнце, он закрывает глаза от этого самого, от света, ему не нужно для этого видеть чёрное что-то, чтобы понять, что солнце действительно светит. Как не показывая зло, а показать добро? Ну, например, просто в жизни может один человек, вот я могу кому-то долго объяснять, ты знаешь, давай мы с тобой поговорим, почему мы так живём, вот ты знаешь, тебе сейчас это мешает, и то сюда посмотри, другое дело, просто человек с реально духовным опытом сядет, посмотрит на него один раз своими глазами, по головке скажет два чётких слова, просто он увидел, что этому человеку в данный момент конкретно нужно, и всё. И не сказав при этом ничего ни про его пороки, ни про его жизнь, ни про то, какой плохой мир и посмотри, что только христианство нам даст настоящую жизнь, а смотри, куда катится вот это всё. Ну, это ж вот, а мы говорим в кино чаще вот на этом языке. Мы смотрим на иконопись, которая нам отнюдь не показывает страшный образ. Я открываю, вот сейчас вышел такой летописный свод 16 века царь Иван Грозный ещё в нормальную свою пору примет пройти Макарии, заказывал для своих детей. и там на каждой странице миниатюры по, ну, и по библейской истории, и в том числе по истории до 16 века. И самое интересное, там вот смотрят злодеи нарисованы какие-нибудь там. Вот, у них лица какие-то, эпические, и при этом странным образом все люди добрые, но ты видишь, что он злодей, у него образ злодейский, а не естество его так нарисовано, то есть, вот какой-то иконический такой образ злодея. Не суть злодейская туда вложена, а что-то вот, и вот если вот, если бы притворить искусство, которое сейчас, в том числе и кино, а кино скорее всего сложнее всего, вот в это подобие, тогда что-то возможно, а всё равно, когда особенно ты видишь, что у автора некая христианская цель показать человека, чаще всего, чаще всего это делается кино для кого, для людей ищущих и идущих ещё к вере, ему показать, вот к чему надо идти и так далее, чаще всего сложно судить, но чувствуется какая-то в этом, иногда даже такое ощущение, что вот на фестивале было много фильмов для юношеских и для юношства, я часто ловил себя на том, что фильм, какой-нибудь взять фильм моего мастера там «Сотни после детства» он иногда чему-то трогательнее, то есть здесь есть вот именно какой-то момент вот морализаторства и оплощения, цель неоправданных детствах даже в хорошем, то есть если у нас есть какая-то цель и мы ее объявляем, это значит, что мы хорошо об этом скажем, правда ведь? Если нужно о хорошем, нужно говорить особенно талант иметь, потому что она часто обращает свою противоположность не противоположность, а какую-то вот именно неправдивость. Ощущение, наверное, когда пытаются о хорошем, вот эта вот проблема советского кинематографа, да, позитивный, положительный герой был слишком зализанным, слишком таким христианом, каким-то совершенно неживым, ты постоянно с этим сталкиваешься, вот тяжело вот показать правду человеке, искажая суть человека. Ну, с другой стороны, вот в самом кинофестивале есть работы, которые достойные внимания, не могли бы, в общем-то, вот, например, внутри, замечательный такой, и он положительный в своей, то есть показывается человек, там все в ящиках таких, человек, который вот, душа полная, вот, каких-то своих и корней, фотографии своих родителей, да, и с другой стороны, там, детский мячик, солнышко прячется, и вот он, как переживает все эти встречи с другими, внешне понравилась девушка, она оказалась пустой, он ей достал весь букет цветов, который там хранился, да, то есть показывает, что человек все-таки в своей жизни, и это сделано так и было, без слов практически, да, вот, и показано, такие фильмы есть, или, предположим, мне понравился Андрей Рублев, очень четко, коротко сказано о таком мастере кинописи, как раз показано, да, что он искал, этот цвет и нашел, и что выразить до сих пор, вот этот цвет, божественной правды не может никто, то есть, вот такие фильмы, слава Богу, то есть, он тут научно-популярный, да, я бы так сказал, да, как раз про икону рассказано, Троицы, или там есть, просто чисто историческая такая рисовка, Вавилон, рассказано Вавилоне, кратко, четко, но это студия профессионалов, то есть, все-таки, вот положительные, такой, положительные фильмы можно делать, и есть из чего делать, да, вот, «Спад под березами», вот мне там понравился тот момент, что показывает человеку в натуре, показаны просто, это зарисовочки о том, как люди живут, и показывается правда церковная, да, но с другой стороны, показан священник, я говорю, я посмотрел, и я понял, что иногда нам самим такие фильмы нужны, чтобы увидеть, каким же я должен быть, в каких ситуациях все-таки, да, поступать, вот именно с молитвой, с молитвой правдой, что иногда, мы поступаем, как светские люди, даже те же священники, да, вот, такие фильмы, они показывают не только церковь изнутри, но и сама церковь распространяет опыт положительный, вот, потому что там священники, и приход попадают в разные ситуации, сложные ситуации, да, как отместиться, иногда не сказано, это оставлено, как бы, открытым планом, как хочешь относиться, но показана некая правда, я не знаю, сколько она в полноте, это было, все-таки, тут режиссер сработал, тут все-таки была продумка, вот, есть некоторые миасы, которые все-таки говорят о том, что не все так вот нужно было бы снять, то есть, но все-таки это приближено к реальности, фильмы есть, на которые можно опереться, есть люди, которые хотят этой правды, просто это соединять все нужно. В итоге, что могли бы Вы посоветовать вот и тем молодым кинематографистам, которые участвуют в таком фестивале, например, как «Свет мир», и всем кинематографистам, которые делают современное кино, любое? Мне кажется, наше время, оно чересчур ускорено. Те, кто помогает, и кто дает деньги, они требуют немедленных результатов. Вот я Вам дам деньги, чтобы завтра здесь стоял дворец. Вот я Вам дам деньги, чтобы завтра была написана гениальная книга. Вот Вам еще и еще. Вот наш иконостас, наш леччик Юрий Пивов лезал порядка трех лет. Это время было дано Богом, но зато и получился хороший иконостас. И поэтому, если пожелать уж нашим творческим молодым людям, и художникам, и музыкантам, и пиратам, и еще, это затянуть пояса, уметь трудиться долго и честно, и тогда и будет плод. В конце концов, заниматься своей личностью, ну, не отрывать ее от того потенциала, который накопила Россия-Матушка во всех областях своего, и культурного, и экономического, и конкретно, вот даже в кинопроизводстве, да, чтобы уметь противостоять тому накалу страстей, которые нам сегодня заставляют делать. То есть быть честным всегда, каждый день, перед своей совестью. Кино — это разговор, и разговор о самом главном, что для тебя, как для художника, существует. Ты, разговаривая с человеком, не пытаешься донести только нечто свое, и не видишь его в диалоге, а именно пытаешься увидеть его. И часто герои-то, фильмов, этих авторов, должны быть этими людьми, с которыми надо разговаривать. Для этого он должен их знать, для этого он должен иметь к ним интерес, иметь к ним любовь. Иначе что получится. А сейчас мы часто видим именно постулирование автора как такового. Аз есмь здесь, и смотрите, что я думаю по этому поводу. Хорошо, если есть что думать. А чаще всего это просто пустота. И вот именно вот это, пусть неумелое, пусть какое-то любое, но искренность, искренность разговора со зрителем о чем-то важном, она сразу пробуждает зрителей сочувствие, желание слушать, желание смотреть. Я хочу высказать слова действительно самой искренней благодарности за ваше участие в сегодняшней непростой, но важной беседе. И остается только надеяться, что с Божьей помощью все те, кто нас слышали и видели, воспримут как повод к реальному действию те слова и советы, которые сегодня здесь прозвучали. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok